Победа одержала победу Победа одержала победу Победа одержала победу сложно. Легко, ничто не дается. Тем более в спорте, а если это большой спорт, то тут все нужно на конк поставить, чтобы достичь определенных успехов. Как вы вообще оказались вообще в этом доме дзюдо? Как так случилось? Когда и где? Ну, понимаю, что многие, наверное, знают это, но все-таки, как говорится, по мать учения, да? Как так получилось? У меня просто выбора не было. Подождите, подождите, как так? Как нет выбора? Не может быть, у человека всегда есть выбор. Да, но знаете как, я была из маленького городка, город Братск, Кургутская область, там небольшой поселок есть, и у нас кроме дзюдо и плавания ничего больше не было. Я пошла и на плавание, и на дзюдо, еще я портопиано занималась, параллельно все и училась. Вот, и чем выше уровень дзюдо был у меня, как бы, тем на второй план отходили, например, там, все мои остальные занятия с плаванием, меня, можно так сказать, выгнали. Ну, потому что сказали, вот, выбирай или это, или то. А, естественно, я выбрала дзюдо. Естественно, ну, не понимаю, почему. Вот смотрите, меня все время интересует такой вопрос. Но это же неестественно кого-то бросать, а еще хуже тебя бросают. Ну, это только так кажется невооруженным глазом, когда ты сам в системе, ты с самого детства все это понимаешь, ты уже просто, например, даже просто подходишь здороваться с другом, ну, тоже из спорта, вот, иначе другие не поймут, и ты все равно, например, жмешь руку и начинаешь что-то вроде борьбы. Вот, и для нас это естественно, ну, представляете, это, ну, примерно плюс-минус 24 года я занимаюсь дзюдо. Я думаю, это достаточно-таки долгий период. Практически вся моя сознательная жизнь. Хорошо. А когда вы почувствовали, что, вот, ну, что-то может получиться, вот, вы варите суп и вот думаете, что вот что-то может получиться, как не просто суп, а очень вкусный суп. На первых же соревнованиях, скорее всего. Я, получается, прозанималась дзюдо два месяца, потом что-то у меня не пошло, и я как бы уже хотела завязывать, тут тренер позвонил и сказал, нужно выступить на соревнованиях. Я так подошла к маме, спросила, мам, что делать? Она говорит, ну, естественно, если тренер видит что-то в тебе, он тебя приглашает на соревнования, нужно попробовать, давай. И вот я уже на соревнованиях на своих первых, получается так, что получаю я травму, у меня гибс от начала кисти до следующего плеча, как бы вот, но тут мне дают такую небольшую хрюшку с портфельчиком, игрушку, помню, и все. И вот тут вот я понимаю, то, что я могу добиться сама всего, чего я хочу. И вот в этот момент в моей голове что-то переключилось, я прихожу с такими радостными глазами, с гипсом, маме говорю, мама, я в жизни никогда не брошу сюда. Вот был тот момент, именно тот момент, я думаю. А мама вообще она как-то сюда связана или с какой-то вообще со спортом? Ну, раньше, как и все, занималась баскетболом, а так нет. Но сейчас она у меня может и судить, и сама и побороться. И когда, знаете, раньше, ну, они все равно ездили со мной на соревнования, мои родители, они мне даже приемы какие-то ставили, потом мы с папой дома тренировались, тренировались. Мама меня, например, с утра ОПП заставляла делать, вечером тоже ОПП заставляла делать, и как бы она полностью погружена в дзюдо. Сейчас порой даже я соревнования не смотрю, определенные там, грандшлемы или еще какие-то, там, чемпионаты России, а она обязательно все трансляцию каждую смотрит постоянно. Вот говорят, что борьба, ну, я слышу, там, тренеры, они кричат, там, если выигрывает их, там, ученик, они говорят, настоящий мужик, там, и борьба из мальчиков делает мужчин. А что делает борьба из девочек? Из девочек, я думаю, что здесь, ну, пол, это не показатель, я думаю, что это как человек, нужно смотреть на человека, а не на отдельный, там, пол, женщина или мужчина, как бы девочка или мальчик. Он, во-первых, закаляет дух, учит дисциплине, дисциплина в нашей жизни это самое главное. Я думаю, что, ну, вот, мой совет для начинающих дзюдоистов, да и вообще просто совет для тех, кто нас слушает, наверное, всегда должен быть план. План на схватку, план на соревнования, план, там, на сегодняшний день. Это вы сейчас сказали вот как из фильма «Восемь из дней вокруг света», помните? Вы смотрели такой мультик? Мультик, да. Где говорят, а у вас есть план, мистер Фукс? У меня три плана. Сколько планов нужно иметь? Ну, хотя бы один главный, второй запасной. Хотя бы парочку. Нет, ну, вот, например, видеть свой день, вот сегодня, например, там, я проснусь, у меня будет там, поеду на соревнования, после этого я вот сделаю вот это дело, это дело, и далее так вот приеду домой, вот свободное время, лягу спать и так далее. Просто все равно, если у тебя нет определенной цели в голове, то к чему идти? У нас же ведь подсознание, как оно думает, как оно устроено, обязательно нужно говорить, проговорить у себя в голове, что ты хочешь, к чему ты стремишься. И что, и все сбывается? Ну, вот, иногда у меня были прям такие, ну, как это сказать, извне ситуации, когда ты думаешь, ну, что, да ладно, я же вот только вот подумал вот об этом, вот, ну, я согласен, представляете, но все равно мысли, они материальны, возможно, там, и мистическое что-то и так далее, но я верю в то, что если у тебя все под контролем, и ты именно выполняешь изо дня в день и стремишься, идешь к этой цели к своей поставленной, то непременно должно сбыться, но, конечно, есть на пути какие-то преграды, вот, я не говорю, что ты станешь олимпийским чемпионом, ты обязательно станешь, но ты просто будешь стремиться к своей мечте и, как сказать, и по дороге захватывать медали и другие, если мы, ну, про спорт говорим сейчас. Анастасия, я хочу вот, как деду говорят, сону мама, да, мы так замыли, сейчас будет награждение, и, скорее всего, вы тоже будете участвовать в награждении команд, вот, а потом мы с вами продолжим, если вы не против. Хорошо. Хорошо. Уважаемые зрители, мы вернулись, так сказать, к комментированию происходящего и продолжаем беседу с Анастасией Поликарповой. Мы немножко побеседовали вне микрофона, я узнал, что Анастасия, завершив спортивную карьеру, начала тренерскую карьеру. Переход из спортивной в тренерскую, насколько легко он для вас прошел. На самом деле, все еще продолжается этот переход, и вот, и я могу в скором времени вернуться, ну, естественно, играющим тренером быть. Вот, пока что я все силы вкладываю на развитие своего клуба, тем более, у меня такая необычная немного концепция. У нас, например, перед тренировкой сегодня, как раз, вот, куда я поеду сейчас, у нас сейчас шахматы, а далее у нас будет тренировка. Все надевают детишки кима, но садятся, играют в шахматы, у нас тренер, как бы, преподает эти шахматы, далее я планирую, после того, как они шахматами позанимаются, познакомятся детишки, я хочу включить актерское мастерство. Точно так же раз в месяц, ой, раз в неделю будет проходить актерское мастерство, и это я к чему? У меня всегда была такая мечта, ну, творческая такая, да. Мне всегда не хватало, знаете, приезжаем в лагерь, например, да, детишки на сценах выступают, а мы идем на тренировку, вот, и я все-таки хочу, чтобы у моих детишек, те, которые будут заниматься у меня в клубе, было всестороннее развитие, представление о том, что есть не только спорт дзюдо, но есть еще разные стороны, вот, куда можно, если вдруг что-то, ну, не всем же быть дзюдоистами, не всем же быть спортсменами, правильно? Наша задача поставить ребенка на путь, который более ему подходящий. Под названием дзюдо. Ну, да, как бы это завуалировано, но, нет, на самом деле, знаете, по крайней мере, вот у меня в клубе есть дзюдо, и самбо, и боевой самбо, и рукопашный бой, как бы вот гимнастику для девочек, планирую, шахматы точно так же, ну, чтобы у ребенка действительно был выбор, и он, например, мог из дзюдо перейти в самбо, из самбо перейти там в шахматы, вот, выбрать для себя путь, попробовать себя во всех своих там началах. Ну, найти свой талант, в чем он талантлив. Вообще, тяжело организовать было свой клуб, тем более, я так понял, клуб в Москве, в Москве очень много, так сказать, ну, так сказать, конкурентных направлений. знаете, ну, самые первые дни клуба, да, естественно, это, мне больше было сложно то, что, например, когда у нас было открытие, вдруг не придут люди, вдруг, там, не узнают о нас, еще что-то, а потом на открытии было столько много людей, естественно, я успокоилась, и после этого все, как бы, встало на свои места, и сейчас детишки приходят, набираются, дополняются, как бы, видят уже вот эту вот концепцию, и скажу про то, что конкуренция, да, конечно, она есть, но когда люди, ну, все же познаются сравнение, правильно, человек пришел, посетил там определенную секцию пробную у одного тренера, у второго, приходит ко мне в клуб на мою тренировку, посетил, и я рассказываю концепцию нашего клуба, и родителям действительно это интересно, потому что другие клубы, как бы, ну, я бы не сказала бы, что он не предлагает, но, по крайней мере, я не слышала, не видела такого. Приближаются новогодние праздники, приближается 2004 год, он юбилейный, 60 лет, как дзюдо в олимпийской программе, плюс олимпийские игры в Париже, ну, давайте, новогодние и вообще все пожелания всем дзюдоистам во всем мире, какие-нибудь от Анастасии Поликарбовой. Самое главное, наверное, что у нас самое главное? Самое главное – здоровье. Ну, да. Точно? Сто процентов. Если будет здоровье, будет все. Конечно, как бы это банально не звучало, но это так. Ну, дальше верить в себя, верить в свой путь, мечту, всегда видеть перед собой цель, определиться с целью, самое главное, что ты хочешь. Спросите каждый себя, что он хочет, а далее уже построите планы и увидите свой путь. Спасибо, Анастасия, рад был с вами познакомиться, побеседовать. Кто послушал нашу беседу? Я надеюсь, он тоже что-то узнал больше о вас. Мы с вами договорились, что я к вам приеду в гости, сниму репортаж о вашем клубе. Вам всего, что вы пожелали всем другим в Кубе. Спасибо. в Кубе, так говорят. Спасибо вам и до скорой встречи. До свидания. Пока.